Добрый день, меня зовут Анастасия, и я рассказываю о маркетплейсах. И сегодня мы с вами поговорим о новостях к апреле 2021 года. О новой спецификации, об ограничениях на ценные скидки и об обновленном приложении. Продолжайте смотреть, я уверена, вам будет очень полезно. И не забудьте подписаться. Спокойно, я вам делаю ключевые слова. И что же нам с этим делать? Да ровным счетом ничего лучше. Если это ключевое словосочетание и ключевой поисковой запрос, добавьте его в характеристики. То, что вы видите на главном экране, и то, что вы видите на графике, всегда будет отличаться. Ванбрис исключил отзыв из рейтинга. Сейчас Ванбрис тщательно отслеживает моменты выкупов. Все, вы говорите, я хочу, чтобы у меня были выкупы по этому товару, вы их получаете. В большинстве решает не цена. В большинстве случаев решает рисковая выдача. Итак, давайте с вами поговорим о том, что же у нас изменилось в спецификациях. Немного забежим в прошлое. Совсем недавно Вайлдберрис отменил создание названий у новых товаров. И все новые поставщики ругались на то, что мы не можем сделать название, мы не попадаем в запросы. Исходя из-за этого, Вайлдберрис такой говорит, спокойно, я вам делаю ключевые слова, я вам добавляю новые поля в новой спецификации, повод назначения, назначение подарка. Можете их заполнять сколько хотите, и будете попадать под любые поисковые запросы. И все начали в эти поля заполнять и добавлять все, что угодно. Что из этого вышло? У нас началась неразбериха, полная каша с тем, то, что попадает в поисковые запросы, и что происходит в поисковой выдаче. Что сделал сейчас Вайлдберрис? Они отменили и ввели ограничения на количество параметров в каждой характеристике. Теперь мы можем ввести только три ключевых слова, три повода, три назначения, три назначения подарка, по три значения в каждую характеристику. И что же нам с этим делать? Да ровным счетом ничего. Вам просто нужно разделить ваши поисковые запросы между всеми этими параметрами. Проблемы в этом фактически нет никакой. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если вы набрасывали в поводы в назначении подарок маме, подарок маме на 8 марта, подарок маме на 14 февраля, ну, это почти один и тот же поисковой запрос. И то, что вы под него теперь не полностью будете подать, это не проблема. И решить ее вполне можно. Поэтому спокойно переделываем спецификации. А если вам не нужно вносить изменения, то оставайтесь с теми характеристиками, которые были. То есть Вайлберрис не убрал у меня характеристики, где прописано по 14 параметров. Не трогайте, с ними ничего не изменится. А вот с новыми, да, в новых вам придется уже добавлять по три штуки. Чтобы не пропускать никакие новости, знать обо всех нововведениях, о том, что я думаю об этом, и как я подсказываю решать различные проблемы поставщикам, подписывайтесь на мои каналы в Инстаграме, в Телеграме. У меня есть огромное количество статей в Яндекс.Дзене, в которых вы сможете найти, в принципе, ответы на любые свои вопросы. Все ссылки есть в описании. Жду вас и буду очень рада вас видеть в числе тех моих коллег, которые идут по одному пути со мной на Marketplace. Теперь в тему спецификаций у нас как раз идеально подходит новое приложение. Вайлберрис обновил наши стандартные приложения в ВВ-партнеры, и мы в нем все, без их исключения, можем добавлять название к своему товару. Но хочу сразу обратить ваше внимание. Пожалуйста, когда вы создаете название, проверяйте, начинает ли оно индексироваться. Потому что вы можете понакидать от различных слов свое название и считать, что вы попадаете под все запросы, а по факту ничего не произошло. Такая ситуация бывает. Вайлберрис просто простыми словами не подхватил то название, которое вы сохранили. Первым делом нужно пересохранить карточку. Если спустя время и спустя несколько сохранений вы понимаете, что ничего не изменилось, тогда меняем ситуацию. Меняйте порядок слов. Это тоже иногда влияет. Иногда бывают случаи, когда определенное словосочетание никак не индексируется. Попробуйте его перефразировать. А лучше, если это ключевое словосочетание и ключевой поисковой запрос, добавьте его в характеристики. Вам будет намного проще попасть по этот поисковой запрос. Потому что, как я сейчас вижу, ну вот по той статистике, которая происходит, что те параметры, которые у нас в характеристиках, они в большей степени индексируются и в большей степени попадают под поисковые запросы, чем название. И в данном случае важность названия в принципе уходит. Что я еще могу сказать по обновленному приложению? Но оно классное. Оно классное в каком плане? Я когда первый раз его открыла после обновления, решила зайти в раздел заказа. Там можно сразу посмотреть всю статистику по заказам, по продажам за 6 месяцев, за 3, за год. Ну вот различные диапазоны. И я узнала благодаря этому, что достигло своего нового, такого ключевого значения в продажах, что меня очень порадовало именно в направлении бренда Leo Home, именно в третьем шаге. Поэтому это приложение будет вам полезно не только для того, чтобы отслеживать названия и менять характеристики, но и для того, чтобы посмотреть, как у вас происходит продажа, как у вас происходит заказ. И хочу сразу сказать, то, что вы видите на главном экране и то, что вы видите на графике, всегда будет отличаться. И на графике всегда количество заказов, количество продаж меньше. Ориентируйтесь всегда на то, что на графике. Потому что то, что на главной странице, к сожалению, Wildberries еще некорректно работает. Теперь третья достаточно интересная новость. Это то, что Wildberries стал блокировать отзывы и стал наказывать поставщиков, которые недобросовестно выкупали большими партиями. В общем, накручивали отзывы, накручивали продажи. И что сейчас происходит? По некоторым товарам вы можете заметить, что Wildberries исключил отзыв из рейтинга. На что это влияет? Ну, фактически, ни на что. Ваш рейтинг поставщика не испортится. Отзыв все равно останется в карточке. Он не будет учитываться в звездности. Но отзыв-то есть. Хочу сразу сказать, они это делают выборочно и не всегда правильно. Я предполагаю, они ориентируются все-таки на ту конверсию, на те продажи, которые есть в вашей карточке. Объясню простыми словами. Если товар только появился на сайте, если у вас только первый заказ и сразу появляется отзыв, тут есть вопросики. Но редко такое бывает, чтобы первый выкуп и сразу отзыв. Там есть все-таки своя процентность от того, что от общего количества заказов, дай бог, 10% останутся отзывами. Я думаю, вот это существенная метрика, на которую обращает внимание Wildberries. Поэтому вы когда в будущем, если вдруг решите у себя выкупать и оставлять отзывы, все-таки смотрите на то, чтобы помимо вашего одного заказа были еще и другие заказы, и чтобы отзыв не был очень таким вот, вызывающим сомнения у Wildberries. Но в остальном это ни на что не влияет. Но я хочу поговорить с вами немножечко о другом моменте. Сейчас Wildberries тщательно отслеживает моменты выкупов, и когда происходит вот этот всплеск заказов из серии товар приехал, и у него сразу 20 выкупов, ну, тут вопросы. Тут вопросы, и это уже не так работает, как хотелось бы, и не так хорошо повышает карточку. Поэтому у нас в агентстве мы сделали такую услугу, в рамках которой мы анализируем ваших конкурентов, предлагаем конкурента ориентира, по которому мы будем ориентироваться на продажи, составляем план выкупов для вас. И наша команда выкупщик не за один день, не в течение недели, а в течение месяца мы организуем вам как бы органические продажи, благодаря которым вы уже получаете реальные органические продажи, достигаете своего конкурента, закрепляетесь на этой позиции и увеличиваете свои продажи, и как следствие прибыль. Все достаточно просто. Организованная команда выкупщиков, профессиональный менеджер по выкупам, который распределяет все продажи, распределяет пункты выдачи и полностью забирает вашу головную боль по этому моменту. То есть не нужно думать, кого привлечь на этот момент. Все. Вы говорите, я хочу, чтобы у меня были выкупы по этому товару. Вы их получаете. И никаких вопросов со стороны Вайбрис. Если вам интересно, пожалуйста, переходите по ссылке на нашем сайте и оставляйте заявку. Мы с удовольствием проконсультируем вас по этому вопросу. И последняя новость это ограничение по скидкам и ценам. Но что я могу сказать? Здесь, как всегда, есть две точки зрения. Есть те, кто говорят, что это лжескидки, что Вайбрис опять занимается фигнёй. Вот я специально поставил цену, теперь я не могу. Ну, давайте посмотрим в правде глаза. Вайбрис пытается выстраивать честную политику. Да, есть разные случаи. Я, кстати, уже обсуждала по поводу того, зачем они выставляют высокую комиссию на акции. Это та же самая. Политика честных цен, честных скидок. И в данном случае, когда приезжает товар на Вайбрис, а вы ставите скидку прямо в первый день 80%, ну, люди-то не дураки. Ну, не настолько они плохи, чтобы смотреть на скидку 80%. Я понимаю, 20-30, ну, какое-то вроде бы снижение, тут можно понять. Но когда в первый день 80%, вы же сами себя обманываете. Вы знаете теперь, какие есть условия. Вы можете выставить 30 скидку, 30 промокод. Всё. Это, в принципе, где-то 50%. Но не завышайте его больше. Зачем вам это надо? Это политика, это частные скидки, это частные цены, которые хочет донести Вайбрис до наших покупателей. И выглядит в их глазах очень честно. Потому что они за тот год набрали большое количество поставщиков. У них был ориентир прямо вот на завоевание рынка через большой ассортимент. Если мы сравним их с Азоном, то Азон был немножечко по-другому. Они вели политику того, что всё для клиента, всё для покупателя. И таким образом увеличили свои продажи. Теперь Вайбрис решил всё-таки помимо завоевания рынка количеством товара, завоевать рынок именно количеством покупателей. То есть увеличить всё больше. И поэтому они пытаются показать честность, показать честные скидки и настоящие цены. Поэтому то, что это есть, да, теперь вы не можете в первые 14 дней понизить цену или поставить скидку более 30, промокод более 30. Но в этом на самом деле нет такой проблемы. Потому что сейчас не цена решает. В большинстве решает не цена. В большинстве случаев решает поисковая выдача. А чтобы попасть в эту поисковую выдачу и в толпу, нужны продажи. Ну, как бы круг замкнулся. И либо вы их делаете самостоятельно, либо ждёте, когда вас кто-то найдёт. Но даже если вы будете демпинговать, если вы будете выставлять минимальные цены, ну, это не та политика. Поэтому я адекватно отношусь к тому, что делать в Азберис именно вот в таких изменениях. Мы сейчас не обсуждаем то, что товары теряются и так далее. А то, я знаю, найдутся люди, которые скажут, а почему ты их защищаешь? Нет, я просто пытаюсь адаптироваться к тем условиям, которые есть, потому что, ну, если вам настолько не нравится, вы же можете не торговать, но вы же все остаётесь там. Мы все остаёмся там. Даже не вы. Мы все остаёмся там, только потому, что это та взаимосвязь. Азберис зарабатывает на вас, вы зарабатываете на Азберис. Поэтому не стоит переживать по любым таким вопросам. Да, есть изменения, да, есть ограничения. И они решаемы. И вы можете спокойно с ними работать.